Вчера вечером в Урал-Экспоцентре на Громова 145 в рамках выставки «Баня и жизнь» прошла финальная часть первого открытого чемпионата Свердловской области по сауно-спорту «Русский пар-2002». Вчера определились первые чемпионы области и вчера же была создана Свердловская областная ассоциация сауно-спорта, возглавил которую идеолог и организатор русского пара, директор предприятия «Форум» Борис Петров. Но обо всем по порядку. Вчера в финальной пульте в борьбе за чемпионство сошлись 16 мужчин 4 по 4. Из каждого полуфинального квартета в финал выходил самый терпеливый и теплолюбивый. Ведь смысл сауно-спорта в том и заключается, чтобы терпеть, то есть сидеть максимально долго в сауне со 110 градусами по Цельсию и каждые полминуты поддаваемой водой. В итоге в финале встретились четверо самых паропрочных мужчин. Аскер Дмитриев, Руслан Колдогулов, Дмитрий Зыков и Эльдар Набиулин. В финальной части, в отличие от квалификационных отборок, не обязательно показывать абсолютно рекордное время. Достаточно просто выйти из бани последним. А будет результат победителя 2 минуты или 15, это не будет важно. И вот только в финале у мужчин стало реально видно, что сауно-спорт это действительно спорт, а не просто банная забава. Когда в бане остались два участника финала, Дмитрий Зыков и Аскер Дмитриев, в лица их не то, что не излучали радость от паренья, а напротив были искажены гримасами боли и страданий. Накануне в квалификации оба этих участника показали два самых высоких результата. Аскер Дмитриев в 14 минут 46 секунд, Дмитрий Зыков в 15 минут 9 секунд. Оба этих показателя побили мировой рекорд 13.47, который принадлежал финскому спортсмену. И вот двое самых толерантных, то есть терпимых человека вполне заслуженно сошлись в финале. И все шло к новому рекорду мира, но первым сдался Аскер Дмитриев. Просидив 12 минут 6 секунд, он вышел со вторым местом. А победителем самого первого исторического чемпионата Свердловской области по сауно-спорту стал Дмитрий Зыков, он же рекордсмен мира. После того, как в раздевалке распаренный мозг чемпиона отошел, его потянуло на философскую лирику. Не знаю, что будет дальше. У нас жизнь такая, что живем почти одним днем. Что будет сегодня, я даже не знаю. То есть загадывать на будущее я даже не собираюсь. Как пойдет, так и пойдет. Третье место у мужчин занял Ильдар Набиуллин. Не менее напряженно складывался финал и у женщин. Всего в соревнованиях участвовало 7 женщин из Екатеринбурга и Краснотуринска. И в результате отборок в финал вышли Елена Кодинцева, Александра Тружкова, Ольга Лапина и Венера Таманцева. В квалификации лучшее время 7 минут 26 секунд показала Елена Кодинцева из Краснотуринска. Она в итоге и победила, просидев в финале 7 минут 6 секунд. Елена теоретически могла выйти и раньше на полторы минуты вслед за предыдущей участницей, но она сидела, парилась. Я просто решила сама себе доказать, что я все-таки достижу до 7 минут. Поэтому 7.06 как бы так. Вот и все. По окончании фактической части состязаний приключилось награждение. Все по-настоящему, как на официальном турнире. Пьеди стал, медали, дипломы, ценные награды от спонсоров. Телевизор, микроволновка, очень недешевые луки, картины. Ну и как положено в бане пиво. А вечером, после завершения церемонии раздачи призов, там же в Урал-Акспо-центре была создана Ассоциация Сауна Спорта Свердловской области. И первым ее детичем стал турнир «Русский пар-2002», который свершился и, по общему мнению, удался. В ближайшее время областная сауна-ассоциация вольется в Российскую Ассоциацию Сауна Спорта, а турнир «Русский пар» станет ежегодным и статусным, общероссийским. В этот раз москвичи, проведшие уже два чемпионата Москвы, сулили приехать к нам на соревнования, но, видно, испугались. Знают, что если уральцы за что-то берутся, то делают это с выдумкой и со вкусом. Так и в этот раз вышло. На первом же соревновании мы побили мировой рекорд. Результат Дмитрия Зыкова, 15.09,1, будет представлен в Москву и заявлен на мировой рекорд. Неизвестно, согласятся ли с этим финны. Они будут бодаться, дескать, турнир был неофициальным, но наша ассоциация будет этот результат проталкивать. Ну, а если наши рекорды не зафиксируют, то наши просто приедут в Финляндию на чемпионат мира и порвут горячих пиньских парней в очном противостоянии, вернее, противосидении.